приветствую вас на канале beer hunter мое имя олег и это видео своеобразное продолжение предыдущего где мы сравнивали вот этот замечательный арбалет beer hunter doom mini с арбалетом beer hunter мамба и сейчас мы решили повысить не можем и сейчас мы решили повысить немножечко ставки и сравнить этот же самый арбалет думения с полноценным арбалетом beer hunter doom мы будем стрелять по различным мишеням какие-то вы уже видели а какие-то мы подготовили новые они куда более интересны и надеюсь вам этот ролик понравится так что подписывайтесь на канал ставьте лайки а мы начинаем серёга ты в кадре теперь hunter doom mini начнем с арбалета пистолет я думаю в принципе так и будем стрелять сначала арбалетик помладше а потом арбалет посерьезней сначала вы стреляем по dsp на мой взгляд самая неинтересная мишень потому что да умение пробил соответственно doom обычно уж точно пробьет но давайте как бы для галочки что было с чего начать замечательно замечательным теперь возьмем большой арбалетик пик огонь ну пойдемте искать стрелу вот отверстие от большого арбалета ну а эта стрела от думы менее следующая мишень это обычный мебельный щит деревянный также по классике дум мини я не знаю что тут говорить потому что в принципе это все ожидаемо мы все это уже проходили она вот тем более отнулась прямо рядом с шариком от нигматики поставим как как было мне кажется сейчас выстрелим с обычного думаю и опять потеряем стрелу потому что после dsp мы стрелу в лесу не нашли это немножечко удивительно потому что я ожидал что стрела у нас опять улетит но она не улетела забавен факт что стрелы практически одинаково прошли эту доску я ожидал конечно что дум мини пробьет насквозь но с другой стороны как мне показалось мебельный щит стоял на пеньке и стрела пробила не только его но и пень как говорится кто знает тот знает это пеноблок также дум думал уже менее точнее стреляли насколько я помню он его пробил и расколол напополам давайте сразу же с дума я думаю результат будет не сильно отличаться ну тут собственно сомнений никаких не было но у нас еще есть два пеноблока потолще вот с ними уже поинтереснее будет тот же самый пеноблок только в два раза толще 10 сантиметров стрелу я возьму ту же самую с одним пером уже я думаю нам это не так уж и важно а вот уже не расколол интересно что doom ответит doom у меня тоже не расколол но обе стрелы воткнулись в этот блок так что пойдемте посмотрим какая насколько вошла и так смотрите снимаем просто нас есть стрелан вот я взял новую стрелу чтобы показать насколько глубоко она вошла как раз сантиметров на 5 то есть на толщину первого блока получается где-то но наполовину она вошла в наш пеноблок в то время как из дума ну конечно не так глубоко вот тут сантиметра три всего лишь как я сказал у нас три таких блока было это 2 до 3 мы все никак не даем потому что doom и с этим не справился но я все-таки не оставляю надежды у нас есть арбалет который самый мощный это doom military у него реально очень высокие показатели по скорости выше чем у этого и одни и самых высоких показателей скорости в мире так что если вы хотите мы можем сравнить doom с дума military я думаю это будет интереснее там и мишеньки будут поинтереснее с этой мишенью все давайте приступим следующий это будет наверное с алюминиевый профиль или голая женщина в бронежилете мы попали теперь давайте возьмем большой арбалет что ж пойдемте пойдемте глянем ну тут прям все очень наглядно я думаю надо вот отсюда показать насколько пробил doom mini он конечно тоже тут оставил неплохую такую вмятину но doom пробил не только его профиль я имею виду но и воткнулся в наш пенек а главное посмотрите как он деформировал этот алюминиевый профиль и ломай носочки что все знали что мы с утками снимаем так называемый тест полопать это как связано похоже что все таки там летал наконечник от нее видимо я попал вот сюда вот отсюда потому что начинается у нас с косток здесь у нас начинается след и бум-пум-пум туда и туда короче надо еще раз выставить я решил немножечко изменить концепцию и перевернуть лопату потому что она вращается и энергия уходит на вращение сейчас она жестко достаточно закреплена это будет последняя попытка думаю нет времени нет смысла тратить время дальше на лопату мы уже по ней стреляли в принципе из думаю менее результаты добились насколько я помню стрела пробила лопату насквозь но не вылетела стрела то есть там было сквозное отверстие но не выходное давайте постреляем еще раз что-то я не могу вам тут сказать какое из этих отверстий было какое появилось но тут часто сквозных отверстий одно из них точно новое от думами ну а дум обычный ну а дум обычный пробил лопату насквозь следующая наша цель это кирпичи обыкновенные в этот раз мы кирпичи не пробили из дума мини давайте попробуем из обычного дума пойдем же глянем результат немножечко для меня неожиданный потому что в прошлый раз мы получили примерно такую же картину но у нас так как сейчас показался думе не показала мамба а так как показал дум обычный показал думе сейчас у нас думе не не пробил кирпич а дум обычные расколол его но видимо потому что я также попал в край кирпича давайте мы его положим вниз вот этот разбитый и выстрелим еще раз из обычного дума и расколем наконец-таки этот кирпич давайте все-таки чуть-чуть отойдем а то немножко некомфортно себя чувствую когда рядом со мной пролетают наконечники от стрел я конечно понимаю что это наверное не так уж и смертельно но всякое бывает так что давайте отойдем подальше 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 куда-нибудь вот сюда и выстрелим отсюда вон оператор у нас человек умный смотрите как далеко от меня убежал я на его месте спрятался бы еще подальше пойдемте глянем там явно раскололся кирпичик там явно было красивое облако так давайте посмотрим у нас кирпич как и следовало раскололся на 2 сейчас я попал ровно в центр в общем то теперь все ожидаемо следующая мишень у нас сейф этот сейф вы могли уже видеть в одном из прошлых роликов мы по нему стреляли и напомню что оба арбалета его и пробили и не пробили одновременно в нем сейчас есть по разверстий с обратной стороны да и его смог пробить иду меня думение в нашем сегодняшнем ролике это самый слабый арбалет поэтому я думаю что нет смысла снова стрелять по задней стороне сейфа где он тоненький а мы будем стрелять туда где ни один из наших арбалетов сейф не пробил это передняя сторона сейфа где замок вот вся начинка самая толстая сталь вот туда мы сейчас с вами и выстрелим посмотрим может сейф и получится открыть ладно с одной руки стрелять было тупая идея сейчас выстрелим нормально да ну на самом деле я не просто так я уже говорил как-то насколько мне важен приклад на что арбалет пистолет эта штука прикольная но с прикладом все гораздо лучше поэтому если у вас есть doom или мамба то я вам прям очень рекомендую купить себе приклад этот арбалет заиграет для вас просто новыми красками но при этом если вам не понравится вы также можете стрелять и без приклада а сейчас давайте выстрелим по сейфу с большого арбалета с дума вам наверно было не слышно но вот после выстрела в той части леса опять все зашуршало за шумела и куда-то отлетела стрела но я думаю что стрела уже это не является цельным куском давайте посмотрим что у нас сейфом случилось смотрите а стрела даже по ходу живая знаете как проверять стрелы карбоновые можно время стрелять но взять и вот так вот ее покрутить и если она если она нигде не трещит значит стрела целая и не потрескалась собственно стрела целая не потрескалась да все она кривая правда это это видно но главное что карбон не потрескался смотрите я нашел стрелу от дума обычно естественно без наконечника смотрите у нас здесь вот есть две отметки это от прошлой нашей стрельбы что-то от мамбы что-то дума меня а сейчас думе не попал вот сюда это тонкая стенка смотрите нас здесь вот сейф разошелся по шву ну и в целом все поскольку мы не попали в саму стенку собственно даже интереснее на что там уже стреляли сюда не попадали вот что-то новенькое у нас получилось а из дума обычного мы попали вот в дверцу и посмотрите насколько она прогнулась насколько мы прогнули эту стенку ни с дума ни с мамбы ничего подобного даже не было а стенка это толщиной в по моему сантиметр 3 то есть 30 миллиметров достаточно толстая и в этот раз хоть какой-то результат сейчас я попробую открыть но я думаю что все-таки мы на работоспособности никак не повлияли хотя можно еще раз в принципе бахнуть куда-нибудь ближе к замку я сейчас старался просто подальше от наших первых попаданий а здесь вот мушка вот эта вся история не должно быть чтобы это зелененькая была типа в серединке вот это история нету как вы могли заметить в этот раз стрелял не я самую интересную мишень почти для себя я приберег отдельную женщину но интересную мишень на данный момент огнетушитель я решил дать нашему оператору который в принципе никогда не стрелял и заметьте это был большой полноценный арбалет doom дистанция тут метров ну 15-20 примерно и при этом с первого раза наш оператор умудрился попасть ну практически в центр огнетушителя со стрелой на удивление ничего не случилось чуть-чуть подвыли сенсерт на миллиметр но это не беда главное что она целая и давайте ради эксперимента ради интереса просто попробуем выстрелить из мини посмотрим пробьет ли он наш огнетушитель пойдемте посмотрим что у нас там получилось вроде бы мы даже с думами не смогли пробить огнетушитель да так и есть мы его пробили вопрос конечно смог бы он пробить огнетушитель когда он полный потому что давление все дела хотя смотрите он тоже пробил огнетушитель насквозь я честно говоря даже удивлен таким результатом но и тут как-то мне кажется все-таки сталь поменьше чем я ожидал видимо я попался мне попадался какой-то другой огнетушитель который потолще напоминаю что бронежилет 2 класса то есть он должен выдерживать падание из пистолета но это просто с металлической пластины толщиной миллиметра 2 3 я честно говоря не знаток всех этих дел но я почему-то сейчас уверен что это не такая уж серьезная цель для такого мощного арбалета как doom doom mini скорее всего все таки его не пробьет хотя черт его знает мне кажется это как лопата на самом деле примерно получается ну давайте посмотрим doom mini бронежилет погнали по не пробило совершенно давайте для начала посмотрим как мы попали из дума mini что у нас получилось но мне кажется что ничего не получилось потому что стрела просто сразу же отрикошетила вниз я бы что даже никакой дырочки мы сейчас нашим бронежилете не увидим однако я не оставляю надежд что из дома у нас таки получится его пробить вот что у нас получилось со стрелой а вот что у нас получилось бронежилетом я думаю не будем сейчас доставать пластину и разбирать и выстрелим из дома и потом посмотрим я думаю мы заметим разницу от одного попадания и от второго а девочку надо прикрыть обратно дум тоже не пробило тоже не пробило результат примерно такой же стрела без наконечника валяется рядом а тут у нас уже поинтереснее уже есть дырочка но бронежилет от такая большая пластина которая рассеивается энергию в этом ее и суть потому что чем больше площадь тем меньше будет давление это физика так работают бронежилеты за счет того что одна большая пластина и плюс к этому с обратной стороны есть еще вот такие вот мягкие штучки да и женщина у нас тоже самое очень мягкая возможно возможно поэтому у нас и не получается давайте попробуем на дерево надеть наш бронежилет на жесткое дерево чтобы он не пружинил и посмотреть получится или арбалету в этом случае пробить бронежилет нашей девочки тетишки помялись вы уже познакомились не я просто с ней не успел так близко познакомиться мы теперь используем вместо женщины бревно я знаю что для некоторых эти понятия схожи но у нас самое настоящее бревно и самая настоящая женщина никаких эфемизмов давайте стрелять так меня просто стремно что опять куда-то в меня там отлетит потому что и как мы помним на первой съемке в нашего оператора все-таки что-то отлетело пойдемте смотреть у нас есть новое отверстие и она гораздо больше все-таки принцип работает и мне кажется вот этой белой штуки тоже не было хотя может и было ладно несколько давайте посмотрим стрела как в первый раз у нас отлетела без наконечника давайте посмотрим что у нас с другой стороны так а тут а тут ничего а тут а тут тоже ничего а тут а тут мы не можем расстегнуть нужны ножницы ну во первых наше бревно как и наша женщина остались живы так что две подружки пойдут сегодня вечером пить вино куда-нибудь в депо или куда-то подружки ходят пить вино короче пластина она гладенькая с ней ничего не случилось с внутренней стороны а с внешней то с внешней с ней тоже собственно вообще ничего не произошло и что самое удивительное вот это у нас след от маленького арбалета вот это два следа от думы по женщине и по бревну вообще все одинаково все три одинаково просто поцарапалась краской пластины нигде не прогнулась никаких вмятин я честно говоря удивлен я ожидал немножко другого результата наше видео подошло к концу надеюсь вам оно понравилось мне по крайней мере понравилось я люблю такие видео если у вас есть какие-то идеи почему еще можно пострелять пишите нам в комментариях об этом мы постараемся найти если идея нам покажется интересной а на этом все подписывайтесь на наш канал ставьте лайки колокольчик обязательно ставьте и до новых встреч